Ну что, друзья, лёд тронулся. Сейчас вожусь там во дворе, слышу какая-то возня за забором. В общем, сосед попросил меня войти во двор. У него там пришёл мастер. И сейчас будет убирать вот этот водосток с его водой к себе на сторону. Вон там уже выпилили, если вы видите. Не могу приблизить. Ну, в общем, там дырка в заборе. Уже подготовили, чтобы это развернуть им во двор. А вот и мастер пришёл. Ну, наконец-то, наверное, всё-таки вчера посмотрели моё видео. А я знаю, что они меня смотрят. Наконец-то я рада. Идёт демонтаж этой трубы. Ну, это вот потому, что я очень добрая. Могла бы и не пускать. Алёшек вообще хотел сам вот это открутить. Передать ему эту чудо-трубу. И пусть он там сам уже прикручивает или что делает с ней. Короче, вот, друзья, лёд тронулся. Так, мастер работает. Передаются саморезы через забор. И сейчас пойдёт труба. Вот так вот. Наконец-то. Наконец-то. Не стали ждать Алексея Дмитриевича, я так поняла. Посмотрели видео. И не захотели этого разговора. Ну, я бы тоже так поступила на самом деле. Всё нормально. Пять минут работы. Пять минут работы. Причём, об этом я говорила не единожды. И показывала вот это всё. И вот только после вчерашнего видео всё-таки свершилось. Всё-таки свершилось. Ну, сейчас они её развернут. И потом, наверное, как-то эту дырку заделают. Красота. Доброе утро, дорогие друзья. Снимаю видео из дома, чтобы выйти вместе с лампой блогера, где сейчас эта лампа исполняет роль треноги. И заснять вам свой процесс. Процесс грязный. Я решилась, друзья. Я хочу всё-таки сегодня вынять грунт из оставшейся зоны, где нужно всё облагородить. И хотя бы вынять грунт. Дальше как получится. Куплю я щебень. В общем, тот же самый процесс. Купить геотекстиль, застелить, засыпать щебнем, песком и положить плитку. Если эти все процессы получится сделать в этом году, хорошо. Не получится, сколько успею. Хотя бы успею вынять грунт. Вчера у нас наконец-то лёд тронулся. И соседи убрали водосток с нашей территории. Я вам там вставлю видео, как всё это было. На этом сейчас останавливаться пока не буду. Всё увидите. Ну, а я подошла вот к этой надписи. Вы видите, всё в зеркальном отражении. Но там написано, что мечты сбываются. Верьте, мечтайте. И я вас всех благодарю за тёплые комментарии под предыдущим видео. Наши танцы с дочерью, наш шашлык, наш релакс. Мне очень-очень было приятно их читать. Ну, а сейчас идём во двор и опять продолжаем работать. Пока поставила триногу здесь. вроде бы-то всё видно. Сейчас нужно будет очистить всю эту территорию, убрать эти листы и начать выкапывать. Здесь у меня уже тачка стоит. Но здесь как бы немного возить. То есть я вот прям здесь буду грузить и вот за сарай вывозить этот грунт. Там я уже вам как-то показывала. Там просто такое углубление, которое нужно засыпать. и как раз немножко выровняется и огород, и земля. Здесь нормальная земля. Правда, здесь была куча семян. Вот этого калачика или как-то мальва, что ли, называется. Кто-то мне даже из вас писал, что из-за этого вкусный суп. я не пробовала и пробовать не буду не есть из чего варить супы. Но был такой комментарий. Вот этой мальва здесь просто очень много. Сейчас я даже вырву. Покажу вам, что я имею в виду. Это вот такой очень агрессивный сорняк. Я его помню из детства. Вот видите, вот такие семена у него, они превращаются в такие бубочки, мы их называли. И мы их в детстве ели. Представляете, может быть и правда из этого можно готовить суп. Но я думаю, что здесь очень много времени лежал вот этот настил, сверху вот эти листы. Буду надеяться, что вот эта штука погибла. Надеяться. Ну а там как будет, будем вырывать сорняки тогда уже в огород. В общем, ладно, поехали. Да, друзья, хочу еще похвастаться, наверное, вы уже заметили, что я еще сбросила, ну, килограмма три точно. Вот я вам себя продемонстрирую. Я думаю, что видно, видно, я просто даже свои видео, вот даже вот это видео прошлое, вчерашнее, так скажем, где мы с дочерью танцевали, я вижу, что даже с этого момента, может быть, недели три прошло, я сбросила какое-то количество килограммов. Это мне помогло, вот эта вот плиточка, потому что там очень много было приседаний, плитка тяжелая, ее нужно было поднять, и качались вот эти вот. Здесь я уж не буду показывать, конечно, не как у атлета, но я чувствую, что мышцы немножко подкачались, так что не бойтесь физической работы, конечно, нужно знать меру, не без того, но, как говорится, все пошло на пользу. осталось вот столько сетки, она пригодится, пригодится, этой сеткой, мы укрепляли наш цоколь, вот столько осталось, все пойдет в дело. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok вот до сих пор вытаскиваю кости, представляете, кости? Здесь столько этих костей было, просто жуть, я не знаю, то ли собаку кормили здесь и они убирали их со двора, в общем, всяких разных, и мелких, и от курицы, и прям вот такие кости, я не знаю, правда, чьи они, но не будем думать о плохом. Вот буду складывать сюда эти кости и если будут попадаться камни. Пока могу лопатой бросать туда, буду бросать лопатой, но потом, конечно, придется тачкой возить. лопатой лопатой в это старая сковородка видите как не подумав нужно начинать копать отсюда почему чтобы тачка выезжала без препятствий в огород все надо продумать поэтому убирающие здесь листы и начинаю копать отсюда еще мне надо будет вот тут холодильник перетащить в общем работаем нашла игрушку бумеранг когда-то поиграем что-то Продолжение следует... Сейчас я вам попытаюсь показать. Видите, вот здесь черный торчит. Это геотекстиль. Вот хорошо, что я это продумала сразу. Во-первых, запас делала геотекстиля. Мне немножко пришлось прокапываться, когда я вот здесь склала плитку. Вот. Я где-то сантиметров 10 туда еще прокапывала. И если бы не было этого запаса, это было бы не очень хорошо. А так с запасиком отлично. Утюжок. Вот, о чем я вам говорила. Постоянно попадались мне вот такие вот штуки от обуви. Сама обувь. Очень-очень много. А это металл потом сдадим. Видите, как погибла практически трава. Ну вот, видимо, свет попадал. Вот клочок остался. Там осталось. Но в основном травы нет. Это очень удобно теперь копать. Вот еще одна косточка. Вот такая штука металлическая. Какой-то кол. Еще одна подошва. А вот и тачечка набралась. Вот. Не подумала. Сейчас буду. Мостик делать для тачки. Вот. Все, друзья, надо продумывать. Еще, что ли, положить в плитку. Другой. Нет. Что-то надо думать другое. Убрала я эту плитку. Нашла доску широкую. Сейчас попробую доску. Другой. Вот. Еще одну досечку надо. И все хорошо. Вот что значит, что нужно думать. прежде, чем что-то сделать. Видите, как. Даже выемка земли требует ума-разума. Ну вот. Думаю, что теперь будет хорошо. Ну, копать не так уж и тяжело, как когда я выкапывала под отмостку, все-таки вот эти вот листы, которые убили траву, ее корни, намного стало легче копать. Вон какая земелька, как пух. И вот как раз. Уже выложенная плиточка мне будет показывать, на какую глубину мне убрать грунт. Чтобы положить геотекстиль, щебень, песок, ну и плитку. Дальше же тоже плитка пойдет, чтобы вот здесь сопряжение было, ну, хорошим, скажем так. Дальше. 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 Вот какая-то тряпка. А почему я решила, ну, тороплюсь вынять грунт. Хочется прокультивировать туда, куда я вожу, там, где лук в утру за сараем. И чтобы уже был порядок весной, чтобы я уже могла сажать туда что-то. А так, если до весны оставить, это весной тогда торопиться все это убрать туда, высыпать, культивировать. В общем, погода позволяет, поэтому я работаю. Вот этот мосточек мне больше нравится. А могла бы ничего не делать, если бы сразу поняла, что копать нужно отсюда. Вот, кирпичики пошли. Гвоздики. Гвоздики. Вот еще какой-то металл. Каблук. Это какой-то черепок был. Я имею ввиду, ну, что-то керамическое. Да. Возьмите! мне уже жарко прям хочется переодеться но боюсь уже чревато ветерок думал спину и вот тебя еще еще не выкупала нужную глубину здесь еще надо будет снимать просто хочу чтобы неудобно было работать снять один слой а потом уже смотреть какой слой нужен чтобы совместить с этой плоскостью уже выложенной плитки вот это кусочек еще от сковородки это все куски сковородки видео уже 51 минута ладно друзья я думаю что процесс понятие чтобы вы меня придется вот так присесть чтобы не переставлять треногу в общем буду работать дальше пожелайте мне все сил успеха окончательного погода хорошая тепло ветра нет настроение прекрасное работаем и представляю как это будет все красиво в окончательном результате когда я посажу цветы когда я сделаю декоративные элементы виде кашпо шпалер может быть каких-то фигурок из гипса и много чего можно сделать мысли уже такие есть когда купится еще мебель садовая когда все оформится тогда уже будем отдыхать но пока 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 а мы тут плюшками балуемся дочечка пришла в гости и готовит чуросы друзья попробуйте это просто обалденно вкусно заварное тесто обжаренное в масле надо будет купить мне мешок фундитерский мы придумали пакет куски из-под майонеза я отрезала дно и из него выдавливали друзья попробуйте это очень очень вкусно у нас здесь чаек всем кто кушает приятного аппетита ссылочку ты оставил ссылочку я оставлю под видео этого рецепта обязательно